добрый день дорогие друзья осенью красоту сада и картинку для осеннего сада нам создают декоративные злаки каждый злак действительно играет музыкой осени каждый злак красив по-своему сегодня хочу пригласить вас на прогулку по своему саду и поделиться с вами красотой каждого декоративного злака назвать конечно же сорта ну и немножко как они себя ведут в моем саду сегодня предлагаю начать прогулку с мискантуса китайского кляне зельбер спины красивый декоративный злак по высоте буквально полтора метра с очень интересной разноцветной листвой и очень нежными метелочками салтанами этот мискантус растет у меня без ограничителей нарастает красивым плотным костиком не пускает столом и сохраняет свою устойчивость в независимости от дождей снега ну или каких-то других непогод один из моих любимых злаков это шизохирум blue heaven с очень изменчивой окраской своей листвы каждый листочек у этого представителя имеет разный цвет на нем можно проследить множество оттенков голубой серебристый бордовый желтый и такую же краску они сохраняют и на своих кисточках сейчас уже начинает немножко распушаться добавляют легкости гармонии свой внешний вид красивым облаком спускается пенесет он black beauty листва уже немножко начинает приобретать желтый осенний наряд на чем на каком на его фоне а на фоне листвы и еще больше выделяются его метелочки метелочки у него темные немножко уходящий фиолетовый цвет практически черная в дружной компании с ним сидит у меня еще один пенесет он это пенесет он лесохвостный который отличается по цвету своих метелочек у этого не практически как даже сказать зеленые белые очень светленькие сами метелочки у этого пенесет ума помельче и начинают свой роспуск намного позже по высоте пенесет он лесохвостный пониже выбрала я немножко конечно не совсем удачное место для него он у меня полностью уже спрятался за моим black beauty тоже нарастает ровной купиночкой не расползается и не рассевается переходим к следующему это ситник развесистый мне он нравится не столько за свои соцветия хотя кстати соцветия у него очень такие я бы сказала оригинальное интересное сколько за его листву вы посмотрите какие-то милые трубочки его листочки нарастает достаточно таким плотным кустиком тоже не расползается нарастает не очень быстро и выглядит очень эффектно а а такими соцветиями цветет ковыль тончайший пони тейлз красивые и очень такие нежные метелочки у этого декоративного злака цветочки немножко такие поникающие кремового цвета цветет начиная с июля августа и цветет очень продолжительно вы как знаете верный легкий легкий воздушный декоративный злак способный создать такую легкость и воздушную валь в саду просто скво этот декоративный злак мне очень нравится за счет своих вот таких вот воздушных кистей ты просто очаровываешься проникаешь в глубину этих соцветий единственный минус он этого декоративного злака что любит немножко расползаться не очень конечно сильно но нужно немножко его ограничивать либо сдерживать в плане того что просевался ну по крайней мере в моем саду замечен не был следующая красота моего сада это хас мансиум широколесный как я обожаю эти его рыбочки которые меняют свой окрас с каждым днем приобретают новый цвет добавляют шарма действительно друзья шарма в сад нарастает плотным кустиком не расползается мне очень нравится как он свисает прям до земли конечно можно его немножко подвязывать чтобы он не разлаживался по сторонам но именно для него я не хочу никаких не подвязок ничего меня полностью устраивает как он растет мне очень нравится его соцветия тоже насчет того чтобы он рассевался практически не замечен буквально несколько вот таких вот саженцев появилась но это буквально штуки 3-4 то есть как бы можно сказать он не сорничает мискантус сахароцветковый про этот сорт мискантуса ходит молва что он очень быстро разрастается расползается сеется наверное смотря в каком саду у меня он растет в саду уже лет 8 и честно кроме того что я действительно наслаждаюсь красотой этого злака никаких неприятностей он мне не приносил сидит у меня он тоже без обраничителя зацветает один из первых и радует своими кистями очень продолжительное время мне нравятся его метелки я его не обрезаю а просто любуюсь вот этой красотой друзья а это веник бриллиантовый тоже красивый декоративный злак нарастает не очень быстро не рассевается сидит в моем саду без ограничителей так вот выглядит его метелочки его листва по высоте от полутора метров сохраняет свои кисти до весны когда у тебя в саду множество различных злаков сложно выделить именно тот злак который ты любишь больше всего каждый злак просив по-своему добавляет действительно какую-то свою картинку сад особенно друзья в осенний и зимний сад я каждый злак люблю по-своему и каждый мне нравится чем-то своим перед вами сейчас спроса это просто рот штребуш очень красивая просто с красивой листвой листва вначале зеленая с голубым сизо-голубым налетом в дальнейшем добавляется красно-бодряный цвет на кончики листочков но и открываются шикарные метелочки как у каждого проса цветочки вот такие вот небольшие нетрудные но очень эффектные переходим дальше здесь у меня новиночка это новый мой мистантус сорт германии мюсель буквально вчера поселила его уже в свой сад возле него сидит у меня еще один сорт мистантуса это мистантус фламинго очень красивый мистантус высота около двух метров в моем саду мне очень нравится за счет смотрите какая красивая листва у этого сорта мистантуса преобладают оттенки желтого красного зеленого тропления белого а какие красивые шикарные кисти как усыпаны таким бронзово золотым напылением особенно в фоне небо выглядит просто превосходно еще одна новинка это мистантус гигантский сейчас конечно этого не скажешь только поселился в моем саду но высота этого мистантуса должна быть около трех метров переходим дальше это мистантус зибринус красивым пестрым листом зибринус моем саду около двух с половиной метров высоту еще только-только начинает раскушать свои султаны султаны у него с таким красным немножко бордовым оттеночком на стрелочках и самый крупный самый крупный самый эффектный это давида начинает раскушать свои кисти сразу же после мистантуса сахара цветкового смотрится просто шикарно в лучах вечернего солнышка согласитесь как мило и нежно он переливается на солнышке кисти уже распушились можно сказать друзья полностью и создают осеннюю мелодию в саду колышется от каждого даже маленького маленького ветерочка люблю наблюдать я через окошко как он танцует мистантусы все у меня сидят свободно без ограничителей нарастают плотным кустиком не ползут не расползаются насчет того чтоб ссорничали сеялись ну честно скажу тоже за ними этого не наблюдалось а мы с вами переходим дальше возле моего журавлика сидит еще один у меня пенисет он это пенисетом хамал тоже очень красивый и самый ранний цветущий пенисет он который растет в моем саду сейчас вам покажу его метелочки поближе как они выглядят вот эта метелочка уже более цветающая это которое вот недавно только начало распушаться очень такие темные эффектные очень люблю смотреть на него рано утром когда на иголочках собираются копейки росы либо изморозь это добавляет еще большего конечно превосходство друзья и здесь же у меня растут еще два сорта малине самая высокая это малине транспарент тоже нарастает красивым ровным кустиком и уже начинает менять окраску своих соцветий очень продолжительное время нее трубочки окрашены были в зеленый цвет но уже можно друзья наблюдать как добавился желтый оттенок в ее соцветии обрезку малине и произвожу либо весной либо в то время когда мотрый снег сломает ее кисти а здесь же у измужья сидит у меня еще одна малине малине вариагата это мисторослый сорт малине сейчас я соцветия на данный момент выглядят вот так но когда она начинает их распушать очень красивая с фиолетовым напылением тоже кстати нарастает красивым ровным кустиком как вы можете это заметить нигде не ползет не расползается на этой грядке еще сидит один депоративный злак который может войти в этот обзор это император и барон да на данный момент она не радует ни такими соцветиями но она радует своей такой яркой осенней листвой друзья только посмотрите какие чудесные отраски присутствуют в ее листве и на заднем плане такой ржавой красивой кучкой сидит у меня сока шоколад и молоко очень красиво на солнышке развивается и переливается она и хаканихлоя ауреа посмотрите какая красивая депоративная травушка листочки нежные сейчас немножко еще даже сохранились и и соцветия можете вот понаблюдать как она цветет чем мне нравится вот эта трава то что она нарастает тоже ровной купинкой и будет свисать создавать такую красивую картинку вот симпатяшка дорогие друзья каждый злак красив по-своему каждый злак добавляет превосходство в сад добавляет действительно легкость воздушность создает красивую осеннюю картинку наполняет жизнью каждый уголочек сада мне очень нравится декоративные злаки и еще такой момент что за ними действительно уход очень сильно минимальный малейшая это только вот обрезка но и те сорта и виды которые рассеваются обрезать вовремя соцветия тогда нет никаких проблем с этими растениями растениями в саду если у вас возникли какие-то вопросы пишите комментируйте попыталась ответить на ваши вопросы которые были в моих комментариях если какой-то ответ мы не настолько полон как вы хотели задайте еще раз ваш вопрос попробую ответить более полно всем спасибо за внимание и до новых встреч на моем канале всем пока пока 테ст и Продолжение следует...